Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Иисусу Христу, дорогие мои, с вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела. Уже полным ходом идет набор в наш онлайн-центр Святого Мефодия. И сегодня я представляю вашему вниманию курс «Систематическое богословие и катехизис». Знаете, я очень люблю богословие, люблю его с ранней юности. Я вообще мало от чего получаю такое удовольствие, как от чтения книг по богословию. Хорошая музыка, хорошая литература, хорошая поэзия. И классическое православное кафолическое богословие – это то, что может надолго выдернуть меня из повседневной жизни, и я потом с трудом туда возвращаюсь. Наверное, именно поэтому я много лет преподаю систематическое богословие, веду катехизацию, и мне это никогда не надоедает. Почему? Я попытаюсь объяснить. Во-первых, богословие – это интересно. Многие ведь судят о богословии поверхностно. Ну что такое богословие? Ну мы и так все это знаем. Ну вот есть Бог, сверхъестественное существо, всемогущий и святой создатель, и мироправитель, которого мы не видим, но должны в него верить. Вот вам типа и богословие. Ах, мало? Ну ладно. Вот Христос – Бог, который стал человеком. Вот Он умер за наши грехи и воскрес. На Пасху ходим в церковь, святим куличи, яйца красим. Все как положено. Ах, этого мало. Ну вот церковь, куда надо ходить, исповедоваться и причащаться. Мы, конечно, этого не делаем, но в принципе она зачем-то есть. Ах, ну этого мало? Ну да, еще вера, которая должна быть где-то глубоко внутри. Мы молимся, когда нам плохо. Стараемся делать добрые дела и не делать злых, но не получается. Ну еще смерть, страшный суд. Ну вот ад с вечными муками, вот рай с вечными плюшками. Вот и все богословие, мы это все знаем, это неинтересно. Знаете, это мне напоминает туристов, которые приезжают в Москву и говорят, Да ну че, собственно, я все ведь уже видел. Вот Красная площадь, вот собор Василия Блаженного. Ну красиво, конечно, ну сколько можно. Ну немножечко арбат. Все. Че? Че еще в этой вашей Москве смотреть? Скучно? На самом деле такой человек не видел еще вообще ничего в Москве. Он не рыскал по подвалам хитровки. Он не прошелся по булгаковским местам. Он не понял красоты и загадочности замоскворечья, его кривых улочек. Он не прошелся по Варварке и Ильинке, заглядывая в каждую церковку, в каждый закоулочек. О Китай-город, о Якиманка, о Подмосковье, о подмосковные усадьбы, на каждую из которых можно потратить месяц, ежесекундно что-то для себя открывая и чем-то восторгаясь. Это как в Питере человек говорит, ну я был на Невском, на Дворцовой площади, ну так себе, Александрийский столб, ну сколько можно, ну все. Ну Белые ночи, ну Разводные мосты, ну немножечко Петергов с фонтанами. Да нет, ты на самом деле вообще не видел Питера. Ты и сотой доли того, что есть в Питере, не знаешь. Или если человек в музыке знает только полонеза Гинского и танец маленьких утят, а потом вдруг начинает открывать для себя Рахманинова, Танеева, Дворжика, я уж не говорю про Мисковского или Римского-Корсакова, человек получает огромнейшее наслаждение. И вот такое же счастье случилось со мной, когда я, будучи 18-летним пацаном, впервые открыл книжечку с названием «Систематическое богословие». На меня рухнул этот чарующий мир, таких захватывающих истин, о существовании которых я даже и не подозревал никогда. Во-вторых, богословие – это научно. Некоторым кажется, что богословие и наука – это взаимоисключающие понятия. Я помню, как один врач говорил, «Медицина – еще менее точная наука, чем богословие». Ну, такое, знаете, ерничание по поводу того, что «Ой, богословие можно вертеть как хочешь». Это такая совершенно ненаучная дисциплина, такая неточная. С этой точки зрения поспорил бы святой евангелист Лука, который, начиная писать свою Евангелие, сформулировал очень важную мысль. «Как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне под тщательным исследованием всего сначала по порядку описать тебе достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Как видите, в богословии есть и исследования, и наставления, и твердые основания. Согласно святому Фоме Аквинскому, богословие является истинной наукой, потому что оно исходит из точно установленных базовых истин, из учений откровения Божьего. И с помощью строго научного метода доказательств оно выводит из них новые знания, богословские заключения и объединяет это все в стройную, логичную, замкнутую систему. Безусловно, богословие является подчиненной наукой, потому что принципы его не являются для нас очевидными сами по себе. Они заимствуются из науки более высокого уровня, а именно из переданного откровением знания о Боге. Теология является царицей всех наук, матерью философии. Под наукой в объективном смысле в наше время поднимается система методически выработанных знаний о едином объекте. Ну что ж, богословие обладает этим единым объектом познания. Оно использует соответствующие предмету методологические приемы и объединяет свои выводы в замкнутую систему. И то, что богословие связано с авторитетом и откровением Божьим или с церковью никак не подрывает научности богословия. Потому что научный характер этой дисциплины относится к сущности истинной откровения, данной Богом и вручной церкви, и поэтому не может быть отделен от объекта богословия. Безусловно, богословие возвышается над другими науками величием предмета своего изучения, высочайшей достоверностью его познания, которая основывается на безошибочном знании самого Бога. И богословие есть подлинная мудрость, потому что оно имеет предметом глубочайшую и конечную причину всех вещей. Оно есть высшая мудрость, так как рассматривает конечную причину в свете истин откровения, полученных из постижения самого Бога. Но и в-третьих, верное богословие – это спасительно. В конце концов, все будет зависеть от того, правильно ли ты веровал и имел ли ты подлинное общение с Богом. Не на уровне лишь каких-то эмоциональных переживаний, которые являются часто результатом самовнушения, а подлинное истинное отношение с Богом. А именно классическое православно-кафолическое богословие обеспечивает наше спасение и пребывание в истинной церкви Иисуса Христа. И это не выдумки теологов для того, чтобы обосновать как-то получение зарплаты. Об этом говорит сам Христос. Если не уверуете, что это Я, умрете во грехах ваших. Например, если у вас не будет правильного понимания, кто такой Христос, за кого почитают меня люди. Вопрос правильного почитания Христа, правильного понимания того, кто такой Христос, напрямую им увязывается с нашим спасением или с нашей погибелью. Потому что спасение – это ведь не просто смерть Иисуса на кресте. Спасение – это обоженье. А Богом нас может сделать только Бог. Поэтому святой апостол Петр и пишет, «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». То есть божественная сила действует, когда мы познаем призвавшего нас славой и благостью Его драгоценное обетование, то есть Его Слово, и мы становимся причастниками божеского естества. Но если Христос не Бог, как Он может сделать нас причастниками божеского естества? Не может сделать причастником божеского естества тот, у кого этого самого божеского естества нет. То есть, сила спасительной благодати обоживает нас. И тут можно долго говорить о принципе tantum quantum, о том, какие божественные энергии приобретает спасенный человек и так далее. И это только один аспект, а их много. В систематическом богословии мы изучаем гносеологию и библиологию, то есть, учение о том, как мы вообще познаем то, что мы познаем. Мы изучаем собственную теологию и триодологию, учение о Боге. Мы изучаем ангелологию, то есть, учение об ангелах. Христологию, учение о Христе, о двух его природах, божественной и человеческой. О сложной божественной ипостаси Бога Сына, о его искупительном подвиге. Мы изучаем пневматологию, загадочнейшее учение о Духе Святом. Мы изучаем антропологию, понимая постепенно, как замыслен Богом человек, как он устроен, каковы его составные части. Мы изучаем хомортиологию, чтобы узнать, каким образом грех вошел в мир, как он испортил этот мир. Каким образом можно примирить учение о благом и всемогущем Боге и наличие зла в этом мире. Мы изучаем сатериологию о том, как Бог решил спасти это падшее человечество и мир, поверженный в пучину греха и хаоса, вновь привести к божественному порядку и красоте. Мы изучаем экклесиологию, то есть, учение о церкови, как о матери всех верующих, как о корабле, который может спасти всех погибающих в бурном море, вот этой нашей греховной жизни. Как о теле Христовом, в котором происходят такие процессы, которые невидимы глазу человека неверующего или отвергнувшего веру. А сегодня таких много, особенно из бывших служителей церкви, которым, как в сказке Андерсона, как будто осколок тролльского кривого зеркала попал в глаз. И они все видят в ужасном свете, просто потому, что они плохо изучали систематическое богословие в семинаре. И, конечно же, всех интересует, что будет, поэтому мы изучаем эсхатологию, учение о том, что будет с этим миром. Что же делать? Поступать, учиться. Мы учимся онлайн, все лекции читаются вживую. Всегда можно остановиться, что-то подробнее рассмотреть, задать свой вопрос. Лекции этого курса проходят по понедельникам с 20.00 до 22.00 московского времени. Начинаем учиться 11 сентября. Времени не так много, чтобы записаться. Записывайтесь. В программе будет два модуля. Осенний, с сентября по декабрь, и весенний, с января по май. Мы приглашаем к учебе христиан любой конфессии, разделяющей апостольский, некий цареградский символ веры. От слушателей ожидаются пожертвования. Мы сейчас делаем набор на целых три курса. Если вы берете только один, то пожертвования ожидаются в размере 3000 рублей. Если берете два курса, то 2500 рублей. Если все три курса, то 2000 рублей. Записаться можно очень просто. Пишите «Хочу учиться» по адресу истемифодиус.собака.яндекс.ру Подробности всегда можно посмотреть на сайте истемифодиус.ру В общем, пишите письмо, вам зададут пару вопросов, потом пришлют инструкцию, как войти в онлайн-класс. И прекрасная, загадочная, очень интересная и, самое главное, спасительная наука будет ожидать вас, приветливо раскрыв свои объятия. Ну и я тоже, как преподаватель, жду ваших писем. Господь с вами, да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Пишите, не задерживайтесь. Лето уже на исходе, скоро начнем занятия. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok